Всем привет! Это Лёфер и немного китайских приманок. Сейчас у меня в руках воблер, похожий на Diva X-Roll, 128 мм рост, 14 грамм вес. Это еще одна буротинка, которая ко мне приехала зимой, и которую я специально купил для медиум холстика, чтобы можно было увеличиться в приманках. Привязано все на удочку 7-21, 20-либровый флюр, титановый флодок, моей ручной работой. Сейчас мы все это делаем на тестовом моем полигоне, как-то посмотрим, что воблер умеет в воде. Для начала проверим его плавучесть. Заявлен как плавающий, таким и является. Какая-то огрузка, катающаяся по телу, присутствует. Именно поэтому воблер сначала висит чуть-чуть с наклоном в хвост, а потом занимает в воде горизонтальное положение. Что касается полетных характеристик, довольно неплохо летит. На равномерной проводке есть какая-то своя игра, в принципе, довольно неплохая, на которой он заглубляется на горизонт где-то сантиметров 10-15. Судя по лопате, он действительно будет мелководный. Такой именно воблер мне был нужен для каких-то своих целей. Есть у меня одно озерцо, где трава постоянно мешает ловить, и, собственно, мелководный воблер там пригодится. Всплывает довольно медленно, я бы не сказал, что он является пробкой. Твичится хорошо по сторонам, отзывается даже на флюре, отзывается на каждое мое движение. То есть, любой мой рывок, сразу происходит какое-то движение воблера в сторону, разворот на 90 градусов. Довольно приятная боротинка. Сейчас мы еще посмотрим пару проводок, чтобы нам с ним придумать. В принципе, я думаю, что действительно как-то по-другому его анимировать смысла нет. Есть вариант с равномерной проводкой, но не знаю, для кого он будет актуален и насколько. Да, игра своя, как я уже говорил, есть. Как-то вот его так лопастью по сторонам шевелит. Но лучше, конечно, я думаю, применять твичинг, потому что, еще раз повторю, игра мне нравится. По сторонам уходит воблер довольно активно. Собирает какую-то мелочевку, вон она, думает, что это их мама. По мелководью, в дополнении к Цуёке, есть у меня подобный воблерок, в другой, правда, раскраске. Вот в дополнении к нему, я думаю, что как раз пара мелководничков, довольно крупных миношек, мне подойдет. Что касается данного воблера, у меня, к сожалению, больше нечего сказать по этому поводу. Если у кого-то есть опыт, кто-то уже ловил, может быть, какие-то секретные проводки знает, прошу, оставляйте свое мнение в комментариях. Напоминаю, что за это видео можно голосовать, что кому понравилось, что нет. За всем пока, не хвастаньте шеи.